День медицинской сестры 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 дела, для продвижения идей милосердия в Западной Европе, для борьбы тоже самой с коррупцией в медицинской сфере, и то, что Международный день Сестры Милосердия чествуется именно в день рождения, то есть никаких претензий нет, это заслуженные личности, и не зря в Лондоне в центре города стоит памятник, есть замечательный музей Флоренс Нейтингейл, и на банкнотах английских можно увидеть ее изображение, но у нас в России как-то получается очень такая ситуация, несколько и странная и обидная, что наши сестры Милосердия, которые, по мнению Николая Ивановича Пирогова, он считает, что они были первыми в госпиталях военных, потому что английские сестры Милосердия, они не участвовали в медицинском процессе самом, а наши сестры оказались под бомбежками, под обстрелами, и при катастрофической нехватке врачей в Севастополе, вот впервые в мировой истории, не только в отечественной истории, но и в мировой истории, великий русский хирург Пирогов, он начинает этих сестер, которые приехали как сиделки, да, вот даже такое слово есть по-английски медсестра, это Нурс до сих пор, а Нурс это прямой перевод сиделка, и они должны были просто ухаживать за прооперированными больными, подавать еду, кормить, стирать белье, и Пирогов увидел, что, ну, сейчас не до этого, этих женщин можно бы использовать более квалифицированно, он начинает их ставить за операционные столы, и так появляется вот в 1855 году в Севастополе профессия операционной медицинской сестры, и первенство здесь, конечно, только у России, и только у Николая Ивановича Пирогова, и у тех сестер, которые оказались в Севастополе, под руководством они работали Екатерина Михайловна Бакунина, нашей тверской дворянки, которая оказалась в Севастополе, и возглавила вот сестринское дело в осаждённом Севастополе. И вот, конечно, у нас в России то, что мы празднуем день медицинской сестры в день рождения Флорисной Тингейл, которая была по другую сторону баррикад, ну, хотя она была сестрой милосердия, то есть она с оружием не воевала против нас, и на эти милосердия не знают границы. И, значит, врач даёт клятву, и он обязан оказывать помощь и врагу, и своему, и любому человеку, кто к нему обратится, невзирая ни на религиозные представления, ни конфессиональные, ни на национальность, ни политические взгляды человека. Но, тем не менее, вот мы сейчас находимся в нашей стране в таких условиях своеобразных, да, идёт специальная военная операция, снова наши сестры работают и гибнут в зоне специальной операции, получают награды. И, знаете, вот нужен нам пример. И обидно, и Пирогов ещё об этом говорил, ещё в XIX веке, что что ж мы всё время смотрим на Флоренс Найтингейл, у нас есть свои сёстры, и нам, особенно в сестревском деле, у нас есть замечательные ориентиры, на которых мы можем обратить свой взор в наше время. Елизавета, ну расскажи нам, а что ты знаешь о Екатерине Баркуниной? Вот к вопросу о Флоренс Найтингейл мне тоже бы хотелось очень добавить. Конечно, она тоже была самоотверженной, она помогала, она разрабатывала свои методы лечения и значительно сократила смертность людей. Но сама Екатерина Бакунина, когда после Крымской войны поехала в Германию, Францию, она писала о том, что отношение к людям было настолько холодно, не так, как у нас. Вспоминала случай о том, как она заходила в Диаконию и как в палате лежал раненый боец, он был при смерти, а в соседней палате сидела сестра Милосердия, она чистила медный замок. Поэтому я считаю, что наши сестры Милосердия все-таки были истинными, которые заслуживают большого уважения. И поэтому считаю, что несправедливо, наверное, в 21-м году, когда после революции придали забвению все те дореволюционные служения людям, наших сестер Милосердия. Заметите, кстати, правду. Вот отец Роман хорошо сказал, что по-английски nurse – это сиделка, а у нас сестра Милосердия. Вот чувствую, правда, какая разница большая, вот как у нас называется и как у них. И сейчас, я помню, в английском в школе учили, у нас медсестра, а у нас вот эта сестра Милосердия. Елена Николаевна, а вот вы чему учите? Понятно, что в вашем колледже вы, конечно, учите медицинским навыкам, вот как, опять-таки, отец Роман сказал справедливо, у нас это не просто тот, кто поменяет белье, словом говоря, больному человеку и так далее, то есть функции сиделки. А вы учите, вот этим критерием, которые заложены были тогда и в середине XII века учите? Ну, я бы, наверное, сказала, что вообще милосердие в летописи идет, я вот посмотрела даже, от княгини Ольги X век датируется. И тогда уже говорили о милосердии, об уходе. Ну, история, она претерпевала различные вехи. Конечно, мы сейчас говорим о том времени, о милосердии, о сестрах милосердия, которые несравнимы из сегодняшней профессии медицинской сестры. Помимо тех навыков, основополагающих, это как сострадание, милосердие, но сейчас медсестра – это грамотный специалист, это участник высоко специализированной медицинской бригады, потому что ни один врач, ни одна серьезная больница не может существовать без медицинской сестры, но это нонсенс уже. Это целая профессия, которая чрезвычайно важна. И, конечно, и образовательные технологии, они меняются, они применяют все самое лучшее, современное. И я полностью согласна вот с той идеей, которая за нашим столом звучит, о том, что должен быть наш праздник, должен быть праздник российской медсестры. Потому что это очень важно сейчас, и я думаю, Наталья Григорьевна продолжит эту тему, потому что заслуга российского здравоохранения чрезвычайно большая. И образовательные технологии, и милосердие, и вот это вот сочетание то, чего нет ни в одной стране Запада, есть только в России. Это очень ценно, это очень уникально, это нужно обязательно сохранить и продолжить его реализовать. А нам надо обязательно сейчас выпустить рекламу, не переключайте. Мы сегодня говорим о такой нужной профессии, как медицинские сестры, о том, как она зародилась на нашей стране. Буквально через 3 минуты мы продолжим. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня». Мы говорим сегодня о такой важной профессии, как медицинская сестра. Вот вы до эфира слышали, ой, до рекламы слышали, вот Татьяна Николаевна сказала, что это неотъемлемая уже черта системы здравоохранения. А вот, Наталья Григорьевна, вы как самая главная медсестра в нашей областной больнице, вы можете сказать, что действительно это такая вот часть станового хребта, что это медицин наши современные? Ну, я, во-первых, хочу сказать несколько слов о нашей ассоциации. Ассоциация возникла вот в канун ковида в конце 2019 года. И уже вот в этом году будет 5 лет. Она, ну, как всегда у нас, когда какая-то беда, объединяемся, да, и вот мы объединились. И полторы тысячи медицинских сестер сейчас ходят в ассоциацию. И все 5 лет мы с отцом Романом пропагандируем вот то, что мы сейчас сказали Екатерину Бакунину. Мы возили медсестер и в имение Екатерины Бакуниной. И ведем пропаганду о том, что это наша медицинская сестра, в которой мы должны память чтить. И, наверное, все-таки же мы должны прийти к тому, чтобы праздник медицинской сестры был именно, ну, или в день рождения Екатерины Бакуниной, или вообще вынести этот вопрос на всероссийское обсуждение. В Екатеринбурге будет большое в июне совещание сестер всей России. И я думаю, мы вынесем этот вопрос. Вы там будете присутствовать? Да, мы будем присутствовать. Светлана Николаевна. Да, Татьяна Николаевна. И я думаю, что мы выработаем какой-то документ, который... Потому что много-много лет назад мы уже обращались к историческому этому событию. И съезд историков был. Мы писали обращение туда, чтобы все-таки же имя Екатерины Бакуниной было увековечено. Но тогда, в 90-е годы, нам пришел, честно говоря, отказ. Но сейчас немножко другие времена. И я думаю, что нам надо сейчас именно работать, объединиться и работать по этому вопросу. Все пять лет мы проводим наши конференции. Отец Роман и Татьяна Николаевна на них присутствуют. Сейчас мы награждаем наших медицинских сестер медалью имени Бакуниной. И сестры, конечно, очень горды. И до мурашек их пробивают о том, что вот им такую медаль вручают. Но, к сожалению, она не имеет регионального статуса. И поэтому мы тоже работаем над этим вопросом. И я надеюсь, что мы этот вопрос когда-то все-таки же решим. Тем более Вы как представитель все-таки органов власти. Как известно, Олег Григорь, это депутаты. Это все-таки тоже статус. Но сейчас мы хотим еще и поговорить о современной медсестре. Медсестра современная – это профессионал. Каждые пять лет она проходит обучение, повышает свою квалификацию. И это не помощница уже врача, как раньше это звучало, а это специалист. И та техника, те операции, тот организм больницы, который работает, но уже не позволяет уровень медсестры быть прежним. Поэтому обучение идет. Ездят ведущие клиники, наши институты, медсестры обучаются. И поэтому специалисты очень высокого класса. Я всегда говорила и говорю, что представьте на минуточку любое лечебное учреждение без медицинских сестер. На минуточку. Это невозможно. Хирург без рук. Ну, не только хирург, а весь организм больницы, он обезглавлен будет, так можно сказать. Потому что когда в отделении хорошая старшая медсестра и коллектив медсестер хороший, то там порядок, там четкая и лечение пациентов, и уход, и так далее, и так далее. Что очень важно, еще хочу сказать, что, конечно, мы занимаемся нашим молодежью. Занимаемся нашим молодежью. Уже 14 лет областная больница занимается, ведет школу юного медика. Это и 34-я школа к нам приходит. И 50-я, это огромная школа, 2000 человек. И с ними очень тесно работаем. 15-я школа к нам ходит, ученики 10-11 классов. И мы добились хороших результатов. Многие уже, те ученики, которые к нам ходили, посмотрели, как вообще работает больница, с чего начинается больница, сейчас уже работают докторами. Поэтому есть чем гордиться. И вот такая пропаганда нашей медицины, это очень важно, потому что молодые люди, когда приходят, они, конечно, не видели изнутри больницу, когда не видят. И там уже на глазах видишь, заинтересован, дальше пойдет или не пойдет. Это очень важно. Еще хочу сказать, что сейчас настолько мы пропагандируем именно нашу Екатерину Бакунину, что во многих учреждениях у нас есть и музей имени Бакуниной, и уголки имени Бакуниной. То есть имя ее не забывается. Поэтому я надеюсь, что мы все-таки же доведем дело до конца, и имя Екатерины Бакуниной будет у нас увековечено на всероссийском уровне. Елизавета, а у вас в школе есть, как Наталья Григорьевна сказала, Волока, Екатерина Бакунина и так далее? Да, в мае 2021 года на базе нашей школы был создан второй в Твери и Тверской области георгиевское девичье сестринское подразделение дружины сестер Милосердия имени Екатерины Михайловны Бакуниной. На данный момент в нее входит ученица с 5 по 10 класс. У меня и сестра Маришка, она тоже сестра Милосердия. И в этом отряде нас обучают навыкам оказания первой медицинской помощи. Мы также принимаем участие в различных проектах волонтерских, добровольческих, проектах российского общества «Красный крест». Например, вот в этом году от нашей школы в региональном чемпионате по оказанию первой медицинской помощи принимали участие две команды. Мы заняли привозовые места. Нам оказывают большую поддержку отец Роман Манилов, отец Геннадий, фонд Екатерины Михайловны Бакуниной. Сергей Владимирович Манюк, замечательный врач и преподаватель, проводит уроки у наших ребят в шестом классе. И ребята изучают медицинское дело вот уже второй год. В просветительском центре имени Екатерины Бакуниной проводятся экскурсии. Ребята узнают о знаменитых людях того времени, которые связаны с милосердием. В ноябре прошлого года в Старице мы участвовали на бакунинских тетениях. Ежегодно также в Тургиново посвящаются новые ребята в дружину сестер милосердия. И это место выбрано было не случайно, потому что именно там была создана первая община сестер милосердия. И с тех пор в церкви Покрова Пресвятой Богородицы каждый год посвящают новых ребят. — Света Николаевна, а у вас есть те люди, учатся к вам, те ребята, которые когда-то учили в школах, вот как Елизавета сказала, садится у них кружок, приходят к нам учиться. У нас в этом году учатся студенты из Тургиновской школы, которые были у истоков вот этой дружины. И было очень приятно, у нас есть такой проект уникальный, встреча без галстука. К вам приезжала Ольга Александровна Карасева к нам на проект, когда верно лицо президента. И ее школьники, то есть ее ученики обнимали и встречали, и очень гордо показывали, чего они уже научились тут. Ну это приятно, это здорово. Я бы хотела, конечно, сказать немножко в другом еще ключе. Дети — это замечательно, профориентационная работа — это здорово. И кроме того, мы сейчас даже вместе со школой Макшину преподаем у них как учебную практику. Девятый и десятый класс, они вот одиннадцатые, они прям учатся у нас уже, как у них это учебно-производственное занятие. Плюс еще я хотела бы сделать акцент в одно о чем. Вы знаете, у нас в этом году была приемная кампания уникальная. Не секрет, что очень много волонтеров, взрослых волонтеров, которые едут в зону СВО и хотят чем-то помочь. И вот в этом году ко мне приходили взрослые, уважаемые люди, которые хотели получить, имея уже не одно высшее образование, поступить к нам, чтобы уметь реально помогать руками, головой, естественно, и иметь ту базовую специальность, которая может им быть более полезна фронту. И вот у нас сейчас учатся взрослые такие люди, учатся очень успешно, и мы гордимся ими. Поэтому это тоже вот новая такая веха в нашем образовательном пространстве, в которой мы тоже столкнулись. Мы учимся у них, они учатся у нас, потому что это непросто. Когда взрослые люди, которые прошли свою школу жизни, имеют на все свой собственный взгляд обращаться в студенческую среду, и не так, как вот по писанному, а нужно еще встроиться в их желания, в их возможности и получить эту специальность. Но это дорогого стоит, и мы с этим успешно пока справляемся. Ну, посмотрим, какие будут вызовы дальше, потому что образование не стоит тоже на месте. Мы к вызовам относимся очень серьезно, и мы контактируем со всеми, и с ассоциацией средних медицинских работников, и с епархией. И мы открыты и готовы учиться точно так же всему новому, что дает сегодняшнее время. Таня Григорьевна, а вот есть наши медсестры, которые оказались на фронте? Сами, может быть, приезжали? Да, есть, конечно, как только был такой призыв, и наши медицинские сестры, их 17 человек, из Твери, которые поехали и исполняли там свой долг. Мы недавно их чествовали, собирали. Это была такая очень трогательная встреча, потому что девочки не ожидали, что мы так вот помним о них. Был концерт для них, было очень приятно им. И нам было очень приятно видеть их, что они вернулись оттуда. И причем они ездили там не один раз, не один раз, тихо, спокойно, без всякого ажиотажа, без всякого показухи. Тихо просто уезжали. Некоторые брали даже отпуск, да, и тихо уезжали туда. Поэтому не за деньгами, а вот именно по зову сердца ездили. Скажите, а обогател вот медицинскую практику, соответственно, вот зачем они вернулись обратно? Вы чувствуете как-то? Вы знаете, когда разговариваешь с ними, они настолько скромные. Они настолько, ну, немножко даже закрыты. И то, что они видели, ну, вот очень спокойно и тихо об этом говорят. Поэтому. То есть есть у вас теперь, получается, такие кадры, которые вот прошли, что здесь фронтовой опыт? Конечно, конечно, есть. И доктора есть, они ездили командами, вот, наши хирурги. Поэтому честь и не хвала. Вы знаете, вот Роман, вот Татьяна Николаевна сказала, что вот вызовы порождают новые модели образования и профессиональной деятельности. Ну, и сама профессия медицинской сестры у нас в России в 19 веке, она появилась благодаря вызову. Крымская война, сёстры, оказывается, в Севастополе, нехватка медицинского персонала, и Пирогов начинает замещать врачей и ставить на место врачей сестёр, помогающих при операциях. Вот. И действительно, это дало огромный скачок. То есть уже после Крымской войны в 1864 году сначала военный министр Дмитрий Милютин принимает такой закон о том, чтобы в каждом госпитале были общины с сестёр милосердия. То есть уже это служение, это общественное, да, оно уже приобретает статус служения государственного и служения обязательного. И впоследствии вот этот толчок, который дала Крымская война, война, она приведёт к тому, что и в России появятся профессии профессиональной медицинской сестры, о чём и говорил Татьяна Николаевна, особенно стимулом будет ярким. Это Первая мировая война, когда уже там профессионализм будет до такой степени, что его можно сравнивать с сегодняшним профессионализмом медицинских сестёр. И вот эти современные вызовы, они всё равно принесут очень большую пользу в дальнейшем. Потому что я приведу такой пример простой. Вот после Крымской войны пройдёт 20 лет, и начнётся новая русско-турецкая война. Но мы её больше знаем, как война за освобождение Болгарии от турецкого ига. Там прославится масса людей, и знаменитый наш Тверской фельдмашел Гурка особенно, да, прославится на этой войне. И туда же поедет и Пирогов. И интересно, что Екатерина Михайловна Бакунина, которая жила на Тверской земле в это время и основала первую на Тверской земле больницу, бесплатную для крестьян, к ней тоже обратятся за помощью, чтобы она поехала на военный театр действий. Почему? Хотя ей было уже 67 лет. То есть это достаточно такой преклонный возраст. Почему? Сестёр к тому времени уже было много, но у них не было опыта участия в боевых действиях. И организация медицины именно в военно-полевых условиях. И она, несмотря на 67 лет, она села на телегу по тем временам и поехала, и воевала вдалёкой от своей губернии Армении на Кавказском театре военных действий. Провела целый год в Армении. И вот так удивительно, что мы говорим о прославлении Екатерины Михайловны Бакунины. В Армении есть музей Екатерины Бакуниной. В городе Дилижане каждый приезжающий, как турист, может зайти в краеведческий музей. И внутри краеведческого музея есть свой небольшой музей имени Екатерины Бакуниной, который все знают в Дилижане сейчас. Там есть медицинский колледж. Студенты туда приходят и рассказывают о участии Екатерины Бакуниной в спасении раненых в Дилижане. Так что вот наша Екатерина Михайловна Бакунина, она... Мировая звезда. Такая звезда, да, действительно уже не только всероссийского уровня, но и международного. А, Елизавета, а правда, вот вы изучаете, потому что мы, правда, Екатерина Бакунина, правда, отец Роман сказал, мы ее в первую очередь ассоциируем с Крымской войной, вот как отец Роман рассказывал, что она воевала, да, воевала, помогала нашим солдатам и во время русско-турецкой войны. Вы это тоже изучаете? Да, конечно. И кто вообще были те сестры Милосердия? Это были простолюдинь, это были дворяне? Екатерина Бакунина, она была дворянкой. В ее роду очень... были очень образованные люди, и она сама была очень образованной. Но до Крымской войны она сама писала о себе о том, что она была обычной кисельной барышней. Но когда была война, Крымская война, ей было 44 года, а вот как раз в русско-турецкую войну она отправилась, ей было уже 67 лет, но дочь великой княгини Елены Павловны попросила ее, несмотря на то, что уже в России к тому времени было много сестер Милосердия, она попросила именно ее, потому что у нее был опыт вот этого служения, да, во время войны. И она отправилась на войну. И многие считают, что вот эта ее работа во время Второй войны была намного труднее, опаснее, потому что приходилось не только помогать раненым, но раздавать пособия, всякие еду. И к тому времени много сестер заболели ТИФом. И Екатерине Бакуниной приходилось ухаживать также за своими сестрами. – Наталья Григорьевна, вот Вы, как медик, вот насколько сильно она, получается, рисковала, ухаживая за людьми, которые болеют таким страшным, опасным болеем по сей пору, как ТИФ? – Ну, я хочу сказать, во все времена медики рискуют своим здоровьем, потому что, ну, недавний пример, да, два года практически мы тоже боролись с вирусом, поэтому, конечно, риск большой, но когда ты работаешь, ты понимаешь, но когда идет работа, ты об этом просто забываешь. Идешь и работаешь, просто работаешь. Хотела еще сказать, отец Роман меня может поправить, Екатерина Бакунина, когда она уже жила в своем имении, она учредила стипендию и посылала девочек учиться на сестер милосердия, это была стипендия 12, да, по-моему, человек, она каждый год направляла, оплачивала учебу, вот, поэтому… – Петербург. – Да, Петербург, поэтому тоже такая большая заслуга, то, что она продолжала это дело, даже уже, будучи уже в преклонном возрасте, за свои деньги учила сестер милосердия. – Интересно, вот, о преклонном возрасте и труд. В 1881 году, ну, когда Бакунина была уже за 70, к ней в гости приехал Лев Николаевич Толстой, а они воевали вместе в Севастополе, там познакомились им, и в одном из севастопольских рассказов, это знаменитые рассказы, которые прославили Льва Николаевича, вывели его на такой уровень уже общероссийский в литературной сфере, и он ее описал там. Она присутствует, как одна из медсестер, где главные герои приходят в госпиталь и с ней встречаются там. И вот Лев Николаевич Толстой, пройдут годы уже, он станет всемирно известным писателем, и он к ней приедет специально в 1881 году в глухую деревню Торжокского уезда, Казицына, и где он увидит, что она уже за 70 лет, и она продолжает ухаживать в своей больнице за больными крестьянами, и он ей скажет такую фразу, Екатерина Михайловна, ну, неужели вы не устали, неужели вам не хочется отдохнуть? И она так развела руками и сказала, ну, Лев Николаевич, а на кого же я их брошу? То есть вот этот посыл, тот Пироговский посыл к служению, который они получили, все сестры в Севастополе, то есть он не давал возможности ей вот уже жить частной жизнью. Мы знаем, что она не вышла замуж, с ней не было детей, и всю оставшуюся жизнь после Крымской войны она провела именно в служении как сестра милосердия, где бы она ни оказывалась бы на войне, руководя общиной сестерой милосердия в Санкт-Петербурге, а потом уже у себя в имении в Казицыно. Я хотела бы добавить, да. В Творяне, а вот могла в Петербурге плестать, да, в провинцию, в деревню, даже не в Твере, даже не в Торжок, а в деревню под Торжком. Вот менталитет тех людей. Мы два года назад, или три уже, два, наверное, года назад были, там открывался музей Казицыно, прекрасный музей, и мы туда возили своих медицинских сестер и награждали там медали имени Бакунина, медсестер. Вот, и то население, которое там живет, оно просто пропитано вот духом Екатерины Бакуниной. Вот, все собрались, было там и чаепитие, и была очень душевная такая обстановка. Но музей прекрасный, если вот кто-то заинтересуется, может туда съездить посмотреть. И очень большой вклад, конечно, отца Романа в это дело, в этот музей. Вот я всегда так, знаете, когда у нас в музей приходит особенно молодежь, я, начиная экскурсию, говорю так. Ну, я вам сейчас расскажу, чем занимались дочери губернатора, губернаторов Царской России, потому что Екатерина Михайловна Бакуина была дочерью губернатора Санкт-Петербурга. Петербургского причем. А дедушка у нее был главный адмирал российского флота вообще, а бабушка у нее была фрейлиной императрицей Екатерины Великой. То есть, ей интересно, я вот недавно был в Петербурге, и я всегда захожу в Александр-Невскую лавру, где в Благовещенском соборе похоронены выдающиеся деятели России. И вот могила Суворова, а рядом лежит дедушка и бабушка Екатерины Бакуниной, адмирал Иван Лунгевич Голенищев-Кутузов и его супруга. Вот мы говорим, что мы потеряли Россию, которую мы потеряли. То есть, мы, значит, в советской войне нам говорили, что двояне, это вот нахребетники народа, царские сатрапы, генералы, адмиралы. Вот на самом деле, вот служение обществу в царской России, оно было несоизмеримо с тем служением общества, особенно тех людей, которые имеют такие возможности. Оно просто, его нельзя сравнить по качеству и по уровню. Именно воспитательные моменты очень важны. Потому что вот тогда очень интеллигентные люди учили отдавать себе, отдавать все, что у них есть. Меценатство было как развито очень широко. А, к сожалению, вот тот пример, что привел отец Роман, это вот только брать, наверное, не совсем правильно, мягко говоря. И то, что сейчас со школы уже воспитание уделяется большое значение и профориентационной работой, и формируются навыки правильные, и продолжается это в колледжах, потом в университетах. И очень хорошо, хочу сказать, сейчас в образовании связь с больницами, с медицинскими организациями, потому что мы учим вместе с ними. Все преподаватели наши, они являются сотрудниками многих, ну, областная больница – это наш флагман, плюс еще очень многие больницы, которые, как наши базы практики, участвуют именно в обучении и воспитании. И в профориентации уже на трудоустройство, куда это тоже имеет значение. Я вот хочу привести пример, даже вот свой личный, вот я сейчас слушала, я пришла молодым врачом в больницу скорой медицинской помощи. И одним из... Который четверг. Да, да, да. И я очень хорошо помню опытных медицинских сестер, когда молодых врачей вот одной фразой они могли правильно сориентировать. Вот эта школа была, опыт был чрезвычайно высокий. То, что это вот тандем вместе врач-медсестра, он нерушим, он должен быть. И сейчас я хочу сказать, вот в образовании новой технологии мы рассматриваем вместе с Лисей Васильевной Чеченовской, с университетом, какие-то темы рассматривать именно вместе, врач-медсестра, одну и ту же тему. И вот в образовательном пространстве вот рассматривать дальнейшее это продвижение. Тоже мы будем смотреть, потому что на одну и ту же проблему врач и медсестра смотрят с разной позиции, но чтобы в одну сторону, на благо пациента. А вы приводите, как раз, к примеру, когда учите ваших студентов в колледже, вот, к примеру, как раз, Бакунина, Екатерина. То, что человек, вот, я имею в виду в плане, вот, опять-таки, морали. Человек, который мог блистать в Петербурге, дочь Петербургского губернатора. Сейчас, к сожалению, правильно, как отец Роман сказал, к сожалению, другие ассоциации возникают. Скажи, вот, кому вот молодежь и дочь Петербургского губернатора. А, понятно, кто это. Вот именно воспитательным, что вот человек. Это абсолютно точно. Я хочу сказать даже больше, у нас тоже есть свой музей. У нас есть уголок Екатерины Михайловны Бакуниной. И все первокурсники начинают учебу именно оттуда, откуда все пришло. Ведь вообще система среднего профессионального образования в медицине пошла с 20-го года. И я хочу сказать, что Калинин, Тверь тогда, да, потом Калинин, были первые, которые образовали свое медицинское образовательное учреждение. Вот наша школа медсестер идет с 19 октября 1920 года. Это было удивительно. И вот тогда уже была связь именно с практическим здравоохранением. Главный врач госпиталя, это бывшая больница на Рыбацкой, Хват, Хват Ларис Николаевич, вот он был первый, как скажем, директор этого образовательного учреждения. И на этой базе готовились медсестры. Потом был политехникум. Политехникум, это подошли уже к ушерке обучаться, уже пошли другие специальности. И так постепенно это все росло, развивалось. Ну, это очень интересная история. Но я настаиваю на том, что без медицинских организаций обучение невозможно. Конечно, это живая практика. Мы вместе с ними. И они, вот Наталья Григорьевна, когда получает наших студентов, мы иногда там и высказываем свои претензии, почему мало, или почему не те, или почему не так. Ну, это все бывает рабочие моменты. Это нормальный рабочий момент. Это для того, чтобы действительно достичь того результата, который нужно. Конечно. И они приходят в восторге, потому что, когда им показывают то, что им ближе, кому-то анестезиология, кому-то операционное дело, кому-то практика в специализированных отделениях, кому-то неврология, кому-то реабилитация. Вот они приходят и начинают мне рассказывать. А мы видели вот это, а мы видели то, а мы общались с педагогами. И вот действительно роль наставника, роль специалиста, который неравнодушен, иногда делает очень-очень много в становлении человека как специалиста. Они приходят, вот я хочу быть анестезистом. А пошел на практику в оперблок, все улюбился в операционное дело, потому что там харизматичная старшая сестра, потому что там с юмором... Да, 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 поэтому это очень важно вот в этом становлении. Ну, в продолжении Татьяны Николаевны, да, наша больница является, ну, можно сказать, основной базой. Конечно, тем более, рядом. Рядом, да, к нам студенты идут с большим удовольствием, с преподавателем, тесный контакт с Татьяной Николаевной. Я иногда даже не понимаю, где больше иногда приходится чуть ли не каждый день бегать в колледж, что-то какие-то вопросы решать, потому что и аккредитацией занимаемся, и аттестациями, и так далее, и экзаменами. Вот, но когда приходят к нам ребята, мы практически с каждым имеем беседу. И мы не так вот посылаем, да, а вот именно, как Татьяна Николаевна говорила, что мы спрашиваем, что ближе. С третьим курсом мы поменьше общаемся, потому что, понимаем, они еще не выбрали, а уже четвертый курс, который выпускается, мы тесно разговариваем, все они у нас переписаны на карандаше, с каждым мы общаемся, и уже, понимаете, вот когда попадают вот в эту среду, вот в отделение, среда эта, и от того, как мы их примем там, не только в профессиональном плане, но и в житейском плане, как вот откроется душа у них вот к этому сообществу нашему медицинскому, очень много зависит. Я сама, как пришла на госпрактику, как пришла, пригрели меня хирурги, так я там и осталась. Так вот и сейчас я пытаюсь, чтобы девочки, которые пришли, и мальчики, кстати, у нас есть, в мальчиках мы очень нуждаемся, есть такие специальности. Все лучше у них. Да, вот, и от того, как мы их примем, от того мы и получим отдачу. Некоторые, конечно, клиники на нас обижаются, что к нам больше всех приходят, но и у нас и больницы больше всех, у нас 650 медицинских сестер работают, и все равно их не хватает, чего греха таить, не хватает медицинских сестер. Но я сегодня, думаю, не будем эту тему кадровую поднимать, потому что другая совсем у нас тематика. Но хочу сказать, наставничество – это великое дело, и у нас 53 старших медсестры, наставники, все принимают и понимают от того, как они поработают со студентами, то и получат. То есть у вас получается решить вот эту проблему, на которую у меня неоднократно жалуются руководители предприятий, промышленных предприятий, что, к сожалению, нет такой должной связи с колледжем, бывшей техникумой ПТУ. Там, по-моему, учит неактуальные знания, преподают, и когда приходит, человек приходит, перевучит. Вот у вас получается решать проблему? Ну, во-первых, у нас тесный контакт, и когда идут студенты, они приходят с преподавателями. Есть специальный чек-лист, чему мы должны этого студента научить. Вот практик же много, это же не одна практика проходит. В эту практику мы должны то-то, то-то, то-то. Но когда дети заинтересованные, они ходят и просят, а можно я это сделаю, можно я это сделаю. И остаются, и дополнительно получают. И тогда такие ситуации бывают, что и просим моих ребят, надо вот тут поработать, надо там задержаться. Ну и, конечно, когда они уходят, мы им там благодарности готовим, их благодарим. Конечно, это такой стимул, и они с удовольствием к нам потом возвращаются. Когда вот мы на ярмарку мест приходим, колледж, И когда я спрашиваю, кто был на практике в областной больнице, когда лез рук, это очень-очень приятно. А я обычно вот где-то в конце, март-апрель, читаю лекции выпускному курсу. И первый вопрос я спрашиваю, куда вы планируете устроиться на работу. И так приятно было вот совершенно недавно. 70% из группы областная клиническая больница. А у меня вот из связи хочется, как раз у нас эфир подходит к концу. Вот, Елизавета, задать вопрос. Куда вы хотите пойти на работу? А для начала, конечно, учиться. Я имею в виду, вы члены вашей дружины. Я сама из династии врачей, поэтому мне бы хотелось продолжить свой род и после окончания 11 класса поступить в медицинский университет. Поэтому это направление мне очень близко. Я с удовольствием работаю над этим. А остальные твои коллеги по дружине что говорят? У нас тоже большинство девочек собирается связать как-то свою судьбу с этим направлением, дальше работать в этой области. А куда? В медуниверситете или вот Катяна Николаевна в колледже? Я думаю, они все хотят в университет. А кто же вместе строить-то будет? Кто? Вот Наталья Григорьевна, это будет корпус выполнять. Это всегда... Вот ситуация распределится так, как должно быть. У нас тоже конкурс большой. У нас 10 человек после 9 класса на место. И, как правило, те, кто заканчивает 11 классов, они ориентированы на университет. А кто понимает, что 10-11 класс сложно, ну да, 10-11, мы пойдем в колледж. И успешно получают. Более того, они могут после колледжа получить образование высшее, дальнейшее. С языка, наверное, хотелось бы спробовать такой вопрос. То есть можно? Конечно, да. Вот у нас сейчас даже специальный набор целевой университета, который больше всего заинтересован в наши студенты. И университет заинтересован в наших студентов, потому что они уже мотивированы, они уже подготовлены, с ними проще работать, их проще учить. Вот, Роман, я хотела добавить, что студенты сейчас колледжа, это такие очень ребята и грамотные, и современные, и умные, и артистичные. Там такие концерты дают, талантливые. Поэтому, когда приходишь в колледж и видишь вот их мероприятия, которые они бесконечно, Затяна Николаевна занимается, проводят, это очень хорошее впечатление, ребята. И говорят, молодежь наша, она всегда была, во все времена разная. Ну, хорошая у нас. И все показывают уже неоднократно, мы понимаем, что молодежь, да, зря говорят те, кто молодежь не та, нет, неправда. Достойно ее в конце нашего эфира. Мы уже неоднократно говорили, Флоренс Найтингейл, 12-й. Так когда вы, какого числа, скажите, телезрителям вы предлагаете день месяца? Ну, в день рождения. Ну, там, знаете, Роман, это такой очень длительный процесс. Да, поэтому мы... И, как бы, Тверская область, это одна из областей большой нашей державы, большой России. Наверное, все-таки надо вынести на какое-то более такое широкое обсуждение. Но самый главный посыл, это наши сестры, они достойны того, чтобы у них был свой день медицинской сестры, который был бы ориентирован на российские исторические ценности. Я вот вспоминаю такой момент. В 90-е годы в Севастополе обсуждался вопрос о том, чтобы в Севастополе установить памятник Флоренс Найтингейл. И все писали такие статьи, они у меня есть, что это выдающаяся женщина. Она столько сделала для здравоохранения. Она была в Севастополе, ну, после... как русские войска вынуждены были оставить. Как оккупант, самое главное. И понимаете, что было у людей в сознании в то время, что, понимаете, она национальная героиня Европы, Великобритании, и она... так давайте ей поставим памятник. Проходят годы, даже сейчас смешно это читать уже. А два года назад в Севастополе, где и воевала Екатерина Михайловна Бакунина, впервые Ассоциация медицинских сестёр этого города провела День медицинской сестры 31 августа. В день рождения Екатерины Михайловны Бакунина они нас приглашали, мы ездили, награждали севастопольских сестёр. Было очень большое такое торжественное собрание на уровне правительства города Севастополя. То есть движение, оно пошло, оно началось. И самое главное, может быть, ну, тоже время нужно, чтобы это осмыслить, это понять и другим регионам. И дай Бог, чтобы когда-то у нас был бы День медицинской сестры, посвящённый бы российским сёстрам милосердия. А его так и надо назвать, чтобы было понятно. Пусть, я знаю традиции медиков, вы привыкли в мае отмечать нормальное дело, но просто... День российской. День, да, русской медицинской сестры. Вот и всё, и всё будет нормально. У нас журналист есть, между дороги журналистики есть, отечественные и так далее. Роман, я вот хочу добавить, что 28 апреля скорая помощь отмечает, фельдшера свой праздник. 5 мая у нас акушерки отмечают свой праздник. И вот потом идёт День медсестры, 12 мая. Вот. Но я хочу сказать, что от 16 мая мы будем честовать своих медицинских сестёр ДК «Пролетарка». Будет праздник и будет конкурс акушерок. Так что я всех желающих приглашаю, телезрителей наших приглашаю. Будем честовать наших сестёр. И именно имя в акушерок нам будет звучать. Ну что ж, это была программа «Тема дня». Мы сегодня говорили о такой непростой, не всегда благодарной стороне пациента, к сожалению, правящей, как медсестра. Но, как Вы слышали, без медсестёр больниц современного принца здравоохранения не будет. Поэтому всех медсестёр поздравляю с представлением Парезиума. Самое главное, спасибо, что Вы у нас есть. Это была программа «Тема дня». До новых встреч. До свидания.